В Сочи создана современная транспортная инфраструктура с высокой пропускной способностью. Тем не менее, на курорте только официально зарегистрировано более 200 тысяч автомобилей. В курортный же сезон в город ежедневно въезжают от 8 до 15 тысяч нагородних машин с туристами. И поток этот с каждым днем только увеличивается. Для удобства жителей и гостей курорта внесены изменения в дорожную схему города. Так, теперь нельзя транспорту из центра повернуть на бытху. Туда можно попасть только через объездную дорогу. Спуститься с бытхи и повернуть налево в направлении Адлера тоже не получится. Есть альтернативный выезд через улицу Ясногорскую на объездную. Для общественного транспорта схема движения прежняя. Также здесь заработает светофор. Он сдержит транспорт с бытхи, при этом максимально пропуская поток по федеральной дороге. Чтобы этот самый поток не был таким плотным, городские власти советуют водителям без надобности не ехать через центра, а пользоваться объездными путями. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в нашем городе есть и дублер курортного проспекта. Замечательная дорога, она всегда свободная, она скоростная достаточно. Там никогда не бывает, но хочется посоветовать всем нашим жителям как можно активнее и лучше пользоваться, например, дублером курортного, с которого можно попасть и на бытху, и съехать на Мацесту, попасть на 20-ю горно-стрелковую дивизию, выехать в центре города. Изменения ее у курортного городка. В районе заправки у пансионата «Известия» запрещен разворот грузового транспорта длиной более 6,5 метров, который движется из Сочи и поворачивает в сторону Кудепсты. Кроме того, запрещены остановки в так называемых подъездных карманах. Автобусная остановка, которая окружена магазинами запусочными и таким образом способствует заторам, будет перенесена на 100 метров дальше, в сторону Сочи. А сам нынешний подъезд закрыт. Также изменена разметка на федеральной дороге. Автомобили, разворачивающиеся со стороны Сочи, теперь не могут перестроиться из ряда в ряд. А в районе железнодорожного вокзала разворот под мостом стал двусторонним. ГИБДД просит водителей следить за разметкой и дорожными знаками и быть вежливыми на дорогах к туристам, главным инвесторам города, которые предпочли отдых именно в Сочи. Ведь как раз к такому спросу отдыхающих город стремился многие десятилетия.